Вы слушаете СБС на русском языке, с вами Лера Швец, и у меня на связи биолог Мария Шрейдер. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Лера. Мария, в конце октября 24-го года ряд животных, которые обитают в Австралии в том числе, были добавлены в красный список Международного Союза Охраны Природы, и среди них птица-краснозобик, мигрирующая птица, которая встречается на побережье и в Австралии. Мария, что же это за птица? Краснозобик – это такая небольшая птица. Это птица из группы куликов, которые по-английски называются waders, потому что эти птички кормятся на побережье, и они, так сказать, бродят посреди воды, посреди мелководья, и выклёвывают разные вкусные животинки, всяких беспозвоночных маленьких червячков, моллюсков и так далее из грязи. И конкретно эта птичка, она примечательна тем, что она гнездится в северных частях Евразии, в том числе, в основном, собственно, в тундровых местах обитаниях России, и выглядит она необычайно красиво в своём, так сказать, гнездовом наряде, когда она размножается. Этот самый краснозобик, у неё действительно такое красное пузико, он очень интересно окрашен. Но зимует эта птица, в том числе и в Австралии, она летит огромное расстояние с севера Сибири и Дальнего Востока, она прилетает в Юго-Восточную Австралию, то есть можно представить себе, что это в районе 13 тысяч километров и даже больше иногда. Краснозобик у нас, получается, летает от России до Австралии, то есть, в принципе, путём, который повторили многие мигранты, живущие на юго-восточном побережье Австралии. А где она останавливается, и как же защищать такую птицу, которая всё время куда-то летит? Вот это одна из больших проблем. Дело в том, что эта птичка – это один из видов мигрирующих птиц, которые летают так называемыми перелётными коридорами. Вот конкретно эта птичка летит через то, что называется восточно-азиатско-австралазийский перелётный путь. East Asian Australasian Flyway. То есть, это такой коридор, которым эти птицы летят из Северной Евразии, из Северной Америки в Австралию, ну вообще в южную часть. Вот. И в частности, он летит через Юго-Восточную Азию, и эти птицы не пролетают, не останавливаясь, они должны останавливаться на разных водноболотных угодьях в Азии. Этот самый краснозобик очень сильно зависит от того, что у него есть болота и вообще так называемые wetlands, водноболотные угодья, то есть там, где есть вода и где есть открытые пространства, где можно подкормиться, набраться сил и полететь снова. И проблема в Юго-Восточной Азии в том, что очень многие из этих водноболотных угодий были разрушены тем, что из-за большой плотности населения там строили дома, строили, отдавали, переделывали, осушали для, например, сельскохозяйственных нужд и так далее. И это огромная проблема, и количество этих водноболотных угодий сильно уменьшается. То есть даже если мы будем хорошо охранять эту птичку у нас в Австралии, или будем хорошо охранять эту птичку у нас в России, все равно, если у нее не будет мест, где она может кормиться вот на своем пути, на этом далеком пути из России в Австралию, то, к сожалению, численность этой птички будет уменьшаться, и она может исчезнуть. Так что тут очень важно, чтобы мы охраняли эту птицу вместе с теми странами, в которых она останавливается и отдыхает. А существуют какие-то определенные договоренности между этими странами? Может быть, они вместе ее чипируют и смотрят, как она летит и как она не долетает? Нет, безусловно. Про чипирование это вы в точку, потому что один из способов изучить миграцию птиц – это их чипировать. Или не совсем чипирование, это, конечно, используют сейчас так называемые трекеры. И трекеры бывают разного типа, но вот сейчас все больше и больше эти технологии развиваются, и существуют маленькие GPS-трекеры. То есть птицу можно отслеживать с помощью спутников, как она летит и куда. Но это уже современный вариант. Раньше этих птиц кольцевали. Собственно, их и сейчас кольцуют. Птичку ловили, надевали на нее колечко, а потом ученые в другой стране, если видели птицу с кольцом, или другие, так сказать, бирд-вочеры и энтузиасты вообще, любители птиц, которые находили птицу с кольцом, или находили мертвую птицу, они снимали номер кольца и посылали в соответствующие организации. Обычно на кольце есть отметка, собственно, откуда оно, где надето, содержится вся информация. Вот. Иногда на кольце только код. Это вообще уже отдельная история, но это, к слову, что если вам попадается птица с кольцом, причем эту птицу, например, если вы любите смотреть с биноклем, наблюдать за птицами, вы кольцо можете увидеть и можете даже прочитать вот номер на кольце. Еще на них, на некоторых из этих птиц бывают цветные флажки. Они тоже кодируются. И вот очень важно эту информацию отправить куда следует. И если бы я с вами говорила два года назад или даже год назад, может быть, я бы еще сказала, если вы увидите птичий труп, обязательно вот посмотрите кольцо, сфотографируйте, пошлите, например, в BirdLife International. Сейчас я не рекомендую это делать в связи с тем, что к нам вот-вот придет птичий гриб. Но перейдем именно к договоренностям между странами. Есть ли какие-то договоренности, конвенции, которые каким-то образом вот того же самого краснозобика защищают? Да. Я ушла в сторону, во-первых, ученые вместе работают. Когда я говорила про кольцевание и трекинг, это, так сказать, совместные работы ученых из разных стран. Но существуют и юридические конвенции, которые направлены на охрану этих птиц. И есть, например, несколько белатеральных соглашений. Джамбо, Камбо и Ракамбо. Первый из них Джамбо. Это соглашение Австралии с Японией о совместной работе над охраной мигрирующих птиц. Следующее – это Камбо, то есть Chinese-Australian Migrating Birds Agreement. И это соглашение с Китаем. Тоже белатеральное. А третье – это самое недавнее, которое было в 2007 году. Это Ракамбо, то есть Republic of Korea-Australian Migrating Birds Agreement. Эти соглашения над ними регулярно работают, пересматривают, значит, планируют всяческие совместные действия, совместные усилия по охране этих птиц. Есть еще другого рода соглашения, которые фокусируются на охране мигрирующих птиц, и в частности водных птиц, огромное количество которых – это именно кулики. И есть так называемая Рамсаровская конвенция, Рамза Конвеншн, которая была первая, собственно, формальная конвенция по охране окружающей среды. Она названа Рамсаровской, потому что она была подписана в 1971 году в иранском городе Рамсар. И эта конвенция была инспирирована тем, что и ученые, и природоохранные активисты, и политики направили действия на то, чтобы водноболотные угодья не уменьшались с такой скоростью на охрану фактически водноболотных угодий. И критерии включают, один из важнейших критериев – это как раз сохранение птиц, потому что эти водноболотные угодья, они как раз невероятно важны для мигрирующих птиц. Но не только. Это более широкое соглашение, потому что оно направлено на водноболотные угодья любого рода. И если они уникальны чем-то другим, не только птицами, но разнообразием растений, разнообразием каких-то других животных, какими-то геологическими особенностями, гидрологическими особенностями, все это может послужить критерием того, чтобы определенное, значит, водное угодье было включено в Рамсаровскую конвенцию. Их больше двух тысяч по всему миру, в Австралии 68. И если посмотреть на них, это очень разные места. Есть, например, рамсаровские сайты, которые морские, например, коралловые. Или рамсаровские сайты, которые включают в себя прибрежные лагуны. Рамсаровские сайты, включающиеся в себя историей. И так далее. То есть это очень разнообразные места обитания. Одна из ключевых вещей тут, что мы пытаемся сохранить место обитания. Самое интересное, что самое большое количество рамсаровских сайтов в Англии. Там их, кажется, 145 или что-то в этом роде. А самые большие площади, которые занимают рамсаровские сайты, они находятся в Балилии. Но это важно. Это, так сказать, динамическая система. Мы все время находим какие-то места обитания. Это, в общем, достаточно долгая и сложная процедура, чтобы получить статус рамсаровского wetland. И нужно показать, что, насколько-то сказать, это место обитания важно с разных точек зрения. Но вот то, что это место обитания важное для водных птиц, и в том числе для куликов, это один из очень важных критериев. Там может быть никаких других. Вот в частности, в Виктории, например, Western Port, это залив, который к востоку, как это ни странно, от Port Phillip, на котором стоит Мельбурн. А Western Port, он к востоку от него. Вот весь Western Port, он один большой рамсаровский сайт. И в частности, потому что там огромное количество мангров и соляных болот Salt Marshes. И туда прилетает огромное количество разных мигрирующих птиц. А если вернуться к куликам, вы в самом начале интервью сказали, что помимо краснозобика есть еще другие виды куликов, которые также мигрируют из одной части планеты в другую и также их защищают. Быть может, какие-то нам здесь в Австралии также интересны, помимо краснозобика, о ком надо знать? Конечно, конечно, безусловно. Я вот выбрала нескольких своих любимых и именно по критерию того, что это, в общем, виды, у которых уменьшаются популяции сильно, а некоторым таки угрожает серьезная опасность. Вот в частности, один из таких это Pa-Eastern Curlue. Он же, по-русски он называется дальневосточный кроншнап. И он гнездится вот в наших восточных частях, он гнездится на Камчатке, в Преамурье, еще, так сказать, в восточных частях Китая, в Северной Корее. К нам прилетает вот в юго-восточную Австралию и не только, но это вот, во-первых, это кулик, которого очень легко узнать и определить. У него большой искребленный клюв, он такой, дугообразный. И это невероятно интересная птица, потому что у него, например, манера питаться разная у самцов и самок, у них отличается длина клюва, и они добывают пищу на разной глубине, у них даже требования к питанию разные. Но его легко определить, и почему, я это говорю, это такой большой кулик, он летает обычно большими стаями. И, в общем, если говорить, вот я когда разговариваю со своими коллегами по парку, скажем, 30 лет назад они помнят стаи, так сказать, чуть не тысячные этих дальневосточных кроншнепов, а сейчас, если стая большая, ну это десятки, ну максимум сотни. Это не совсем научный способ судить об их количестве, но мы знаем из наблюдателей из разных других стран, мы знаем из разных исследований, что действительно дальневосточные кроншнепы уменьшились за последние, скажем, десятилетия, ну процентов на 20, это огромное изменение численности. Я могу немножко тут пробраться в цифрах, но, в общем, это важно. Другой пример я хотела про малого веретенника рассказать, который по-английски называется Bar-tailed Godwit. И у него статус, значит, Международного союза природы nearly threatened. Это, значит, близкий к уязвимому положению по-русски. Но это такой статус, который может быть изменен на vulnerable в любой момент. Увы, тоже обнаружено, что примерно 20-ти процентное уменьшение численности этого кулика. Он тоже гнездится в арктической тундре, причем он гнездится очень широко и в Северной Америке, и в Сибири, и в европейской части России, и на Дальнем Востоке. А потом он прилетает, соответственно, австралийским летом и северопорушалной зимой к нам сюда. И вот тоже на острове Филиппа, например, можно их увидеть. Чем интересна эта птичка? Она держит мировой рекорд полета по расстоянию без остановки. И вот самец этого самого малого веретенника измерили полет, тоже, видимо, используя GPS-трекер. Безостановочный полет 12200 километров. Как? А как это вообще возможно? А вот это очень интересный вопрос. Ну, во-первых, эти птицы должны очень хорошо питаться перед этим полетом. Вот. Как они сохраняют энергию, как они ориентируются в пространстве. Есть огромное, так сказать, море литературы о том, как вообще эти птицы летают. Но я, честно говоря, не настолько знаю физиологию птиц, чтобы объяснить, как вообще у них может хватить энергии на подобный перелет. Что интересно, когда эти птицы летят, ну, это вообще мигрирующие птицы. Вот не зря именно есть вот эти пролетные пути. Они выбирают оптимальный обычный путь, который требует ну, наименьший затрат энергии и наименьшее расстояние, чтобы достигнуть, так сказать, попасть из точки А в точку Б. Это хороший способ тут. Они не могут не так зависеть от водно-болотных угодий в Юго-Восточной Азии, если они могут сделать перелет в это расстояние из Северной Арктики сразу в Австралию. Еще одна птичка, которую я хотел упомянуть, потому что она была вот в вашем списке этих птиц, у которых изменился статус, это Тулис. По-английски называется Great Plower. Он скакнул в две, через две категории сразу вот в начале в ноября, в конце октября, в начале ноября из Least Concern, то есть птица, которая вызывает наименьшее опасение, Too Vulnerable, то есть уязвимый. Это на самом деле очень печальный переход, это значит, что сильное уменьшение численности популяции. Тулис невероятно красивая птица, если посмотреть на нее в брачном наряде, она очень легко узнаваемая. К нам она прилетает не в брачном наряде, не зря она называется Great Plower. И помните, я упоминала, как легко, например, определить дальневосточного кроншнапа. Очень многие эти перелетные мигрирующие кулики, они выглядят очень похожи друг на друга, и определять их сложно, если нет опыта. И тут я хотела упомянуть, что те, кто интересуется птицами, и кто хочет вообще какой-то внести вклад в охрану этих птиц, могут участвовать в этом через, во-первых, BirdLife Australia, а также через такую организацию, которая называется Australasian Wader Study Group. И вот эта Australasian Wader Study Group, группа, изучающая мигрирующих куликов, у них есть региональное отделение в каждом штате, но они проделывают огромную работу, в частности, они занимаются, что они регулярно отслеживают мигрирующих куликов, они работают совместно с учеными из разных стран, и из Америки, и из России, отслеживая этих птиц, они кольцуют птиц, они по возможности вот эти самые трекеры надевают, чтобы отследить их путь. Ну, естественно, там люди потрясающе знают птицы, могут определять, тебе показывают эту маленькую серую птичку и говорят, там это такой-то песочник, а это вот краснозубик и так далее. На самом деле это вопрос опыта, но вот если этому хочется научиться, и это невероятно интересное хобби с одной стороны, а с другой стороны это невероятно важно для охраны этих птиц. Помочь можно разными путями, можно самому участвовать в наблюдении за птицами, вот стать частью вот такой вот группы, научиться их определять, научиться мониторить эти численности. Можно давать деньги, так сказать, на исследования, потому что денег на все это крайне мало, и на охрану природы вообще денег не хватает в любой стране, в том числе и в Австралии. И последняя птичка, можно, я хотела рассказать про кулика, который не мигрирует, который австралийский эндемик, значит, его можно найти только в Австралии, он называется капюшоновый зуёк, hooded plover. Люди в Виктории могут знать про него, в Новом Южном Уэльсе только в Южной части, по-моему, на уровне Сиднея их уже нет. Это тоже куличок, он невероятно красивый, у него такая чёрная голова и вроде такого чёрного ошейничка. И они живут на побережье, прямо вот на пляжах и гнездятся, ну вот буквально на пляже, и гнёзда у них на земле. Эта птичка, увы, находится на грани исчезновения. В Австралии, по-моему, осталось около трёх тысяч. И одна из проблем в том, что мы все очень любим пляжи, естественно, нам всем нравится жить на море, и давление, так сказать, антропогенное, то есть давление людей на эту птичку огромное. И в частности, во-первых, она гнездится прямо на земле, и люди, и собаки могут просто не заметить, и наступить, и раздавить её яйцо. Она очень хорошо маскируется. Это просто она копает небольшую ямку в земле, кладёт туда яичко, немножечко каких-то таких вот сухих водорослей туда сгребает, и в общем-то, это всё. И одна из проблем в том, что люди ходят по побережью, гуляют, но мы все очень любим море, мы все очень любим гулять, водят собак, и вот собак не на поводке, собаки съедают птенцов, съедают яйца. То есть помимо естественных врагов у этой птички, чайки, так сказать, вороны, любые другие хищники, вроде всяких орлов, там, коршунов и так далее, на самом деле, вот, беспокойство от людей, это один из главных факторов, почему эта птичка исчезает, и вот парочка просто советов, если вы на побережье выгуливаете свою собаку, например, особенно в тех местах, где могут быть какие-то beach nesting birds, то есть птицы, которые гнездятся на берегу, во-первых, желательно всегда ходить как можно ближе к краю воды, во-вторых, собак держать на поводке, а желательно вообще в таких местах с собаками не гулять, а уж если есть специальные знаки, там, где у нас есть ресурсы и знаки висят, что, пожалуйста, не водите сюда собак, здесь гнездятся птицы, но уж точно не водите собак в такие места, это такая вещь, как ни странно, не всем очевидная, но вот это как бы должна быть тоже, мы должны, что называют, сменить парадигму о том, как мы вместе используем эти пляжи, потому что это не только наши, а это для многих и других животных и растений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спорифай или в любом приложении для подкастов.